Перед интервью с нашим гостем, финансовым и экономическим экспертом Райва Вара, сообщу, что у меня есть две новости – хорошая и плохая. В МВФ отмечают, что динамика экономического состояния многих стран принесла позитивные сюрпризы и продемонстрировала неожиданно высокую устойчивость. Франция, Италия и Испания ожидают более высокого роста, чем прогнозировалось ранее. Ну а плохая новость в том, что к Эстонии это мало относится. Январская инфляция у нас превысила 18%. Индекс потребительских цен повысился за прошлый год на 19,4%. И в этом плане мы стали европейскими лидерами. И наш первый вопрос к гостю – почему Эстония не идет в ногу с Европой? Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, почему мы по-прежнему являемся лидерами по росту инфляции? Потому что составляющие этой инфляции по всей Европе относительно высокие, но у нас они выше, чем у других практически. По разным причинам. Простой пример – топливо, электричество. Везде мы видим одну и ту же картину. И на самом деле, скажем так, три маленькие страны балтийские, они все в этом смысле в первых рядах, к сожалению. У нас относительно высокий удельный вес рыночных механизмов, которые сегодня все еще поддерживают высокие цены на энергоноситель, в первую очередь на электричество. Например, по газу цены идут вниз. Но у нас тоже они идут намного медленнее, чем, например, в большинстве стран Европы. Другие государства часто искусственно сдерживают рост тарифов на услуги ЖКХ. Насколько мы идем в ногу с Европой в этой тенденции? Мы экономим. Мы идем в смысле тенденции или тренда, но мы экономизируем максимально. То есть мы используем намного меньше таких механизмов. Почему? Потому что это дорого. Это реально дорого. И поэтому об этом недавно сказал Центробанк устами своих представителей, что, в принципе, мы делаем правильно. Немножечко нужно, так сказать, поддерживать потребителя и поддерживать иногда даже не потребителя, а даже провайдера, который для потребителя работает. Что в Европе делается в громадных масштабах, а у нас из-за дороговизны очень ограничено. Конечно же, больше всего дорожают продукты. В Эстонии это также и табак еще, и алкоголь. Можно ли это остановить каким-то образом? Ну, тут существует обычный прием, который во всей Европе используется и который у нас не очень популярен. Это снижение налоговой нагрузки на, скажем, главные продукты питания или самые основные продукты. К табаку этот не относится, это понятно, но мы говорим про продукты питания. У нас, например, 20-процентная ставка налога с оборота, она ведь и на продукты питания все. Во многих странах это 5 или 9 процентов. То есть это такие возможности есть, но это снижает доходы государственного бюджета и выводит и дальнейшее равновесие государственного бюджета. А это пока считается главной, так сказать, задачей обеспечения равновесия бюджета. Мы делали интервью с Банком Эстонии, он прогнозирует, что рост цен в 2023 году замедлится до 7 процентов, а СЕБ даже ожидает 6 процентов. Будет ли это? Ну, вы знаете, честно скажу, я немножко с самого начала скептик в этом отношении, потому что наши банковские прогнозы, они, в общем-то, исследуют эту логику или используют логику такую же, как в Европе. То есть если в Европе упадет до 4-5 процентов, то у нас будет не больше 7. В принципе, с учетом того высокого уровня, который у нас уже достигнут, и с учетом того, что у нас эти входящие, которые подталкивают инфляционное давление, продолжают действовать, я боюсь, что это будет чуть-чуть больше. Но даже в этом случае, если мы подумаем о том, что параллельно рост экономики еще у нас не происходит, кстати, по всей Европе не происходит, в принципе, да, удержали от спада, но не идет рост, то в этих условиях появляется стагфляция. Это плохой такой процесс, где цены все равно продолжают расти, а экономика не растет. И это, в общем-то, для нашей малоэкспортно-ориентированной экономики очень плохая новость. А что делать нам, простым потребителям, экономить, тратить, копить? Ну, знаете, пока инфляция высокая, копить-то особо смысла еще нет, но скоро будет, когда она совсем спадет. А пока это, так сказать, с умом тратить, экономизировать расходы и тратить на самое необходимое, которое нужно для жизнедеятельности вашей. Спасибо огромное за информацию, успехов вам. К сожалению, кризисы являются естественной составляющей мировой экономики. В среднем они случаются раз в десятилетие. И, как я понял из разговора с нашим гостем, экономическим экспертом Райва Вары, все-таки при правильной подготовке мы сможем избежать самых негативных последствий и самых крупных финансовых потерь. Если, конечно, есть что терять. Но многое зависит от властей страны, так что нам нужно хорошо подумать, кому мы доверим судьбу экономики 5 марта.